Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Служу Республике Абхазия. Выпуск Сухумского высшего общевойскового командного училища. 13 лет со зрителем. 26 июня 2007 года в эфир вышла первая передача Абаза ТВ. Болел или не болел? Вот в чем вопрос. Лаборатория Лабквест начала тестирование на COVID-19. Служу Республике Абхазия. Вот и подошло время выпуска лейтенантов Сухумского высшего общевойскового командного училища. Торжественные церемонии вручения дипломов государственного образца о высшем профессиональном гражданском, а также о среднем военном профессиональном образовании вручили в парке славы. Выпускников поздравил первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба. Подробнее Анастасия Никонова. Товарищ генерал-полковник, личный состав Сухумского высшего общевойскового командного училища по случаю выпуска молодых лейтенантов построен. Исполняющий обязанность начальника училища майор Нинуа. В этом году Сухумское высшее общевойсковое командное училище выпустило пять лейтенантов. Четыре года назад при поступлении этого курса желающих было более 30 человек. Но курс молодого бойца, а затем учебный процесс в СВОКУ, изменили количество претендентов заслужить звание лейтенант. И вот имена выпускников 2020. В соответствии с положением о порядке прохождения военной службы, ниже поименованным выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища, Чачхалия, Мартагава, Ардзинба, Нормания, Ладария, присвоить первое воинское офицерское звание лейтенант. И вот спустя четыре года подготовки специалистов с полной военно-специальной подготовкой выпускникам вручили дипломы государственного образца о высшем профессиональном гражданском, а также о среднем военно-профессиональном образовании. Молодых лейтенантов с выпуском поздравил первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Цвежба. По сложившейся традиции, выпуск Сухумского высшего общевойскового командного училища проходит на этом священном месте. Хочу поздравить от имени руководства Министерства обороны, от себя лично, с успешным завершением училища. Впереди будут очень трудные дни, будние офицера. Я уверен, что вы справитесь с возложенными на вас обязанностями. Хочу поблагодарить бывшее руководство училища во главе с ЖИБА, а также нынешнее руководство училища. Впереди много работы и событий, отметила, обращаясь к выпускникам, исполняющие обязанности начальника СВОКУ Игорь Нинуа. Впускник училища Алмасхан Чачхаля поблагодарил руководство Минобороны и СВОКУ за поддержку и возможность получить достойное образование. Впускник училища Алмасхан Чачхаля. В завершении торжественного события выпускники попрощались с воинским знаменем. Впереди у молодых лейтенантов 30 дней отпуска, а затем их рекомандируют к воинским частям и подразделениям Министерства обороны Абхазии. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Информация оперативного штаба по защите населения от коронавируса. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 88 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Из обсервации в столичном доме отдыха «Этар» сегодня выписано четверо медиков. Всего на обсервации остаются еще два человека, а также медики. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них четверо граждан находятся в Гудаутском госпитале, 33 человека выздоровели и один пациент умер. Коронавирусы границы. За время работы гуманитарного коридора через Абхазо-Грузинскую границу в республику заехало 907 человек, сообщили корреспонденту «Спутник» в пресс-службе СГБ Абхазии. Из них 200 детей – это все граждане или жители Абхазии, которые имели разрешение на пересечение границы, уточнили в службе госбезопасности. По информации СГБ, в последнее время на территории Грузии оказалось много граждан Абхазии, людей, у которых есть вид на жительство на территории республики. Решение организовать гуманитарный коридор было принято для того, чтобы соблюсти интересы граждан Абхазии и у них была возможность вернуться в свои дома. Пропуск через КПП «Энгур» осуществлялся с 22 июня ежедневно с 9 до 19 часов. 24 июня коридор был закрыт. В МВД Республики Абхазии прошло совещание по подготовке к летнему курортному сезону 2020. Слово нашим коллегам из пресс-службы МВД. В Министерстве внутренних дел Республики Абхазии обсудили подготовку к курортному сезону 2020 года. 26 июня министр внутренних дел Республики Абхазии Дмитрий Дбар провел отчетно-плановое совещание с начальниками подразделений Центрального аппарата ведомства, городских управлений и районных отделов внутренних дел по вопросам готовности к обеспечению правопорядка на период летнего курортного сезона. Начальники районных управлений и отделов внутренних дел предоставили планы мероприятий, направленных на предупредительно-профилактическую деятельность по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на вверенных территориях, а также расстановку сил и средств, графики и маршруты патрулирования. Как отметил Дмитрий Дбар, в преддверии курортного сезона особенно актуальным становится вопрос безопасности граждан, приезжающих на отдых, что является главной задачей для сотрудников МВД. Все силы милиции должны быть направлены на предотвращение преступлений и правонарушений. По всей республике дополнительно укомплектовываются наряды и патрули в популярных курортных зонах и туристических направлениях. Задействованы пешие патрули, которые сформированы согласно плану и несут службы четко по графику. Дмитрий Дбар призвал сотрудников показать слаженную работу и ответственно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. Уверил, что со стороны руководства МВД будет оказана усиленная материально-техническая помощь. В службе собственной безопасности МВД и инспекции по личному составу министрам даны указания усилить контроль над соблюдением служебной дисциплины. По итогам совещания были приняты соответствующие решения и поставлены сроки их исполнения. Решение об открытии границ для въезда и выезда из РФ пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что в первую очередь позиция по этому вопросу должна быть сформулирована в правительстве РФ с учетом мнения наших эпидемиологов, с учетом той информации, которую мы получаем от зарубежных стран. Но еще раз повторяю, что пока никаких решений не принималось, сказал Песков. Между тем, глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с просьбой возобновить авиасообщение со странами СНГ. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на несколько источников в отрасли. Что касается других стран, то авиасообщение с ними Росавиация предложила открывать в зависимости от эпидемиологической обстановки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации, заявили там. Ну а Единая транспортная дирекция готовится возобновить перевозки по единому билету из России в Абхазию обратно после отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса и открытия российско-абхазской границы. Отмечается, что перевозки будут осуществляться с пересадкой на автобус на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Питсунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Болел или не болел – вот в чем вопрос. Лаборатория LabQuest начала тестирование на COVID-19. Теперь можно и в Абхазии проверить свою кровь на наличие антител к новому коронавирусу. В LabQuest выявляют антитела двух типов – А, которые вырабатываются в острой фазе болезни, и G, которые свидетельствуют о перенесенном заболевании. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Все дети, супруг, вся семья очень тяжело переболели, поэтому мне сейчас очень любопытно, а вдруг сформировался иммунитет, это было бы очень хорошо. Иммуноферментный анализ на COVID-19 показывает наличие в организме антител к вирусу. Есть три типа антител. На два из них уже делают тесты в Абхазии. На антитела А, которые вырабатываются почти сразу после заражения, показывают острую фазу заболевания. И антитела G, которые свидетельствуют о перенесенном заболевании. На оба вида антител можно проверить свою кровь, сдав анализ в лаборатории LabQuest. Сейчас у нас проходит акция, и с 2000 мы снизили до 1500 сумму за единицу. А если мы делаем в комплексе иммуноглобулин А, G и ПЦР-тест, но ПЦР-тест мы, к сожалению, не принимаем в лаборатории, у нас LabQuest in Life делает его только с ампедистанцией Республики Абхазия, поэтому мы можем выполнить только иммуноглобулины А и G и проверить, были ли мы бессимптомными носителями или у нас острая фаза, которую мы тоже переносим бессимптомно. Сравнительно невысокая цена за анализ на один вид антител связана с тем, что уже нет дефицита реактивов и ажиотажного спроса, как это было в начале пандемии, рассказывает Амина Амичба. Ну, поначалу, когда любой метод исследования в самый пик производится, тесты системы являются дорогими. Приобрести их даже на территории России достаточно сложно, потому что их не хватает на такое количество людей, и поэтому ценник на нем был высокий. Иммуноферментный анализ считается достоверным и используется в диагностике наряду с ПЦР-тестом, который дает точный ответ, есть в организме вирус или нет. В отличие от экспресс-тестов, которые сегодня в мире также популярны, но опираться на их результат нельзя, уверен и специалист. Что касается экспресс-тестов, которые сегодня в народе, которые в России даже и за рубежом достаточно актуальны сейчас, допустим, экспресс-тест на дому, то я с этим немного не согласна, потому что экспресс-тест, как любой экспресс-тест, он дает как ложные отрицательные, так и ложные положительные результаты. Он является скрининговым тестом, но не тестом, который дает нам диагноз. Амина Амичба рекомендует сдавать тест на антитела COVID-19 в первую очередь тем, кто контактировал с инфицированными этим вирусом или тяжело болел в недавнем прошлом респираторной инфекцией. На COVID нужно сдавать людям, которые имеют анамнез, либо контактировали с людьми, которые очень тяжело болели. Сдавать людям с сахарным диабетом, потому что они в зоне риска в первую очередь. Мы сами все знаем, что в декабре, январе месяце количество переболевших, тяжело переболевших в стране было очень много. И каждый из нас хочет узнать, переболел ли он этим новым вирусом или нет. Результат анализа на антитела COVID-19 пациент получает через сутки после сдачи крови, которую, как и все биоматериалы, на все анализы лабквест отправляет курьером в аэропорт, а затем на самолете в Москву. У нас пропуск на вывоз биоматериала и документы Росгородздрава на ввоз биоматериал в Российскую Федерацию. Наш курьер соблюдает все правила карантинной службы. То есть мы меряем температуру, прежде чем отправить его в поездку. Одевает обязательно маску и перчатки. Приходить за результатом теста не нужно. Он приходит на электронную почту, рассказывает Амина Амичба. И предупреждает, что с симптомами простуды на сдачу анализов никто из пациентов не допускается. Если есть подозрения на коронавирус, следует обращаться в скорую помощь. Мы не принимаем температурящих, кашляющих людей с подозрением на ОРЗ или ОРВИ. Таких пациентов мы заранее предупреждаем в своих соцсетях. Им нужно обращаться либо в инфекционную больницу, либо в стационары, там, где идет уже под карантин. За неделю, что идет прием анализов на иммуноферментный тест на антитела к коронавирусу, в Абхазии его сдали 10 человек. Все результаты отрицательные. Только когда их проведут более сотни, можно будет делать выводы о наличии иммунитета COVID-19. Так говорят специалисты. Марьяна Котова, Раму Камки, Абазатова. В столице продолжается ремонт подземных пешеходных переходов. Гости и жители Сухома теперь могут пользоваться подземным пешеходным переходом на перекрестке Кабардинской и Шапсукской улиц и в районе вокзала улицы Дзидзари. Как сообщается на сайте администрации Сухома, участки этих дорог сильно загружены автотранспортом, и люди часто переходили опасную трассу, рискуя жизнью. По словам представителя департамента по благоустройству столицы, разбитое в переходах освещение полностью обновлено, и теперь люди спокойно могут пользоваться пешеходными переходами. Заново восстановлены и уличные освещения на этих участках. Представитель департамента призывает граждан не портить восстановленное освещение. В планах благоустройство пешеходного перехода на пересечении улиц Гумская и проспекта Леона. Работа в условиях внутренних и внешних ограничений, вызовы и возможные ответы, связанные с банковской системой Абхазии, обсудили участники научно-практического семинара, организованного Центром социально-экономических исследований. В дискуссии приняли участие около 20 спикеров, среди них представители банковской системы во главе с председателем Национального банка республики, а также предприниматели и чиновники. Репортаж Надежды Боровиковой. Репортаж Надежды Боровиковой. Репортаж Надежды Боровиковой. Он начал с того, что банковская система Абхазии отличается в первую очередь тем, что не имитирует собственную валюту, а соответственно не устанавливает курс валют, не может проводить кредит на денежную политику, влияет на процентную ставку, инфляцию и так далее. При этом, в ответ на многочисленные просьбы предпринимателей о длинных и дешевых кредитах, Беслан Барателли объяснил, спрос на кредиты гораздо выше, чем денег в банках. Где взять эти деньги? Значит, есть свободные ресурсы. Значит, ресурсы могут быть внутренними, ресурсы могут быть внешними, других вариантов нет. То, что касается внешних ресурсов, скажу вам честно, у нас постоянно ведутся переговоры, постоянно. Очень многие люди сами выходят в Национальный банк, когда узнают, что в Абхазии, ну я сейчас буду говорить в первую очередь о сберегательном банке, очень высокие проценты по вкладам. Это государственный банк, как бы менее рискованный, так воспринимается, есть гарантии Национального банка. И цифра в 18% годовых по вкладам, я не говорю по вкладам, она умопомрачительная, таких ставок даже по кредитам нет в России. Но как только начинается процесс переговоров, узнают, что Абхазия, контакты с Абхазией, это всегда риски для того банка, который будет размещать деньги в Абхазии, это возможность попасть под санкции и т.д. и т.п. И, соответственно, когда взвешивают доходы, которые могут получить на депозитах, и, значит, теми рисками, которые возникают у банков, соответственно, интерес, к сожалению, у них даже пропадает. Внутренний ресурс тоже ограничен. У людей нет свободных денег, чтобы положить в банк на депозит. Поэтому, когда предприниматели просят кредит под 12%, банк им отвечает, что тоже, как предприниматель, не отказался бы от такого кредита. Но его никто не может дать. По сути, все коммерческие банки Абхазии сейчас переживают такой же кризис, как и любой другой бизнес. Банковская система встанет на ноги тогда, когда в стране появится экономика, когда будет большой круг, большой объем предпринимательского сектора, который будет обслуживаться в банках и держать остатки на счетах банков, работать легально, а не в теневой экономике. И, соответственно, как только такая экономика появится, как появятся предприниматели, у банков появятся ресурсы, которые банк сможет предоставить для развития предпринимательского сектора в дальнейшем. Начальник отдела международных отношений Абхазского госуниверситета Анна Адлейба отметила, что банковская система Абхазии функционирует в условиях внутренних и внешних ограничений, и ей необходим заданный государством вектор развития. Когда у государства есть понятная, внятная экономическая политика, сформулированная и состоящая из общепринятых и признанных приоритетов, тогда и Национальному банку, как регулятору, легче формировать кредитно-денежную политику. В нашем случае, к сожалению, пока мы такой политики, экономической политики, основных приоритетов, определенных государством, пока не видим. Председатель Амробанка Михаил Чалмаз подтвердил, что банки Абхазии последние несколько месяцев не выдают кредиты и не будут в состоянии делать это еще некоторое время. Исправить ситуацию в банковской системе можно с помощью развития онлайн-услуг, инфраструктуры, а также внесения изменений в законодательство. Технологии, которые мы внедряем, они побежали быстрее, чем законодательство наше. И вот это серьезная проблема. Выключить их уже не можем, законодательство отстает. Вот если законодательно нам будут помогать, у нас будет больше услуг, которые позволят пользоваться населением. Значит, чем больше услуг, тем лучше собираемость денежной массы. Наш центральный банк не имеет возможности инициативы в парламент вытаскивать законы. Он должен это через администрацию президента все сделать. А лучше него никто не знает, что у него в отрасли. Поэтому дайте ему такую возможность, чтобы он сам с законодательной инициативой выходил в парламент. Это, наверное, ускорит все процессы. Предприниматель Давид Пилия отметил, что свои деньги предпочитает держать в сейфе, так надежнее. И призвал правительство разработать антикризисный план действий, потому что пандемия голода гораздо страшнее коронавируса. Слава Богу, на улице у нас никто не умирает, у нас нет валяющихся на людей, как показывали в Ухане, там еще в каких-то других местах. У нас более-менее благоприятная ситуация была в Абхазии. Две границы закрой, пожалуйста, и работайте внутри. Рынки, магазины, все должны работать. А мы все закрыли, запечатали. А как теперь из этого положения выходить? Ну, ждем туриста, а он вообще не придет. Тогда что будем делать? У нас штаб по борьбе с коронавирусом есть, а штаб по выходу из кризиса я что-то не слышу. Или, может быть, я не уловил, может быть, уже какой-то штаб работает. Специалисты сидят, думают, как выходить из этой ситуации. Предприниматель Абессалом Кварчи обратил внимание на тот факт, что работа по выведению финансов из тени почему-то не проводится. А его коллега, председатель ассоциации предпринимателей Вячеслав Библая, признался, что ему удобнее оплачивать услуги российских партнеров наличными, чем пользоваться услугами банка. Почему банкиров не интересует, скажем, не заинтересован в выведении теневой экономики? Вот это и Чичич правильно говорит. Вот он держит деньги в сейфе, работает, как-нибудь переезжая через границу. Мы контролируем вывоз товаров, которые даже с ограниченным сроком действия, те же цитрусы или другие, под жесткий контроль государства, все декларируется. А ликвидность мы не декларируем. Никому она не интересна. Она свободно перемещается, и мы создаем все условия для того, чтобы деньги шли мимо банков. Вы хотите привлечь нерезидентов, а своих резидентов отогнали, и они работают в небанковской системе и чувствуют себя очень комфортно. Мы говорим, почему люди не несут деньги. Да не понесут, потому что им невыгодно. И будут они хранить в матрасах, я не знаю, где угодно. Но не понесут в банк, потому что не доверяют. Не доверяют. Вот и все. То же самое и предприниматели. Да, вот вы говорите, как мы там это... Да, повезет, чемоданами мы сегодня возим деньги в Россию, к сожалению, а потом получаем товар серый, который тоже никто не может контролировать. Куча проблем. Вот я отправляю деньги в дальние зарубежья, валютой работаем. У меня их где-то кто-то арестовывает, там, какие-то американцы. Понятно, санкции. Я ничего не говорю, что... Но я зачастую сам занимаюсь розыском своих денег. Это что такое? Предприниматель Лилит Бар вернулась к вопросу внесения необходимых изменений в законодательство. Очень много хороших предложений, но рядом сидит депутат парламента, рядом сидит бывший министр финансов. А кто должен был писать эти законы? К обмене мы сидели, сидят все наши чиновники и говорят, надо было вот это написать, надо было этот закон. Послушайте, это не старая ситуация, когда нам законы присылали из Москвы, и мы не знали, что там букву запятую нельзя изменить. Законы должны писать профильные ведомства, принимать и разрабатывать депутаты парламента. А мы сидим через 25 лет, говорим, что вот, оказывается, того нету, другого нету. Далее представители коммерческих банков говорили о проблемах в своей отрасли, в том числе о стагнирующей экономике, о политических кредитах и необязательном отношении граждан к возвращению средств. Селма Самсония, начальник финансово-экономического управления Таможенного комитета Абхазии, отметила, что банки порой тоже плохо исполняют обязательства. Бывает часто, что банк по неопределенным причинам для нас задерживает платежи, и несвоевременно поступает. Задержка в основном идет по терминалам, то есть по безналичному. Часто наши платежи несвоевременно бывают неделю, бывают месяц задерживаются. И зачастую жалуются наши предприниматели, это создает им определенные неудобства. У нас есть предоплата, то есть по предоплате наши участники работают, и часто мы слышим предложение о том, чтобы это было электронно. Но это все взаимосвязано, о чем ранее предприниматели озвучивали. Заместитель руководителя администрации президента Абхазии Джан Сухнанба рассказал о мерах по выходу из кризиса, которые предпринимаются руководством республики. А депутат Рауль Лолуа обещал вынести озвученные в ходе встречи вопросы на рассмотрение парламента. Наверняка вам известно, что 12 июня президентом было подписано два распоряжения. В одном из них президент поручил до 25 июня правительству разработать ряд мер в части поддержки предпринимательского сообщества нашей страны. В другом распоряжении также были даны поручения в установленный срок предоставить видение и определение приоритетов именно в расходовании бюджетных средств. То, что я здесь услышал, я, скорее всего, это перенесу в стены парламента, и мы будем дальше продолжать работать, в том числе и над теми законопроектами, которые там лежат. Сейчас Миша об этом говорил и напомнил, и мы займемся этими вопросами. Но вы знаете, наверное, что буквально недавно мы приняли законопроект, где разрешили те средства, которые заходят в Абхазию, чтобы они не облагались никакими налогами и так далее. Ну, это, то есть, дополнительные, наверное, стимулы для нашей экономики и для банковского сектора. Научно-практический семинар завершился дискуссией, в ходе которой предприниматели смогли задать интересующие вопросы представителям банковской системы Абхазии. Надежда Боровикова, Сосракуа Гуха, Турник Амичба, Абаза ТВ. Важная дата для нашей телекомпании. 26 июня ей исполнилось 13 лет. Именно в этот день, в 2007 году, состоялся первый эфир Абаза ТВ, что, безусловно, явилось значительным событием не только для коллектива телекомпании, но и без преувеличения для всего абхазского общества. И сегодня мы с удовольствием говорим, что проект Абаза ТВ состоялся. И впредь он также будет служить зрителю и обществу в целом. Наша главная цель – объективно и беспристрастно информировать общество о событиях, происходящих в стране и за ее пределами. Новости, культурные и патриотические программы, интервью с известными личностями, детские проекты, так, полюбившиеся многим телесериалы. Все в разные годы и сегодня коллектив телекомпании предоставляет своему главному адресату – телезрителю. Общественная палата Республики Абхазия искренне поздравляет телекомпанию Абаза ТВ с 13-летием. Коллектив канала выполняет свою работу с душой и на высоком профессиональном уровне. Желаем творческих успехов, удачи в достижении намеченных целей, ярких сюжетов и хороших новостей. Отмечается в поздравлении Общественной палаты. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» поздравляет с днем рождения главного информационного партнера – телекомпанию Абаза ТВ. В поздравлении, в частности, отмечается. Уже более пяти лет благодаря вашей информационной поддержке у зрителей Абаза ТВ есть возможность смотреть истории тяжело больных подопечных фонда «Ашана» и участвовать в их судьбе. Благодаря неравнодушному подходу ваших корреспондентов к съемке репортажей о нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи детях, количество благотворителей фонда увеличилось в разы. Поздравляет своего информационного партнера – телекомпанию Абаза ТВ и благотворительной общественной организации «Киараз». Когда обращаешься в Абаза ТВ, знаешь, что тебя всегда выслушают, дадут советы, помогут. Отмечается, в частности, в поздравлении «Киараз». Государственный русский театр драмы имени Фазиль Искандера также поздравляет нашу телекомпанию. Искренне поздравляем руководство и коллектив Абаза ТВ. Вы талантливые, яркие, профессиональные и патриотичные люди, которые умеют и любят работать и создают телевизионный продукт высокого качества. На вас равняются, вы задаете высокую профессиональную планку. Наш театр желает вам, дорогие друзья, благополучия, здоровья и покорения новых высот в любимом деле. Отмечается в поздравлении Росдрама. Все эти 13 лет работы, как и сегодня, все главные слова, поздравления, замечания и пожелания в адрес нашей телекомпании принадлежат только нашему телезрителю. Смотрите праздничный опрос наших корреспондентов. Когда-то самым вирусным роликом стал тот, где мой коллега Ливон Галустян на двухлетие телеканала делал уличный опрос и собирал поздравления наших зрителей. Спустя 11 лет, в день рождения телеканала Абаза ТВ, мы снова решили выйти на улицы города и собрать мнение о нас, наших самых главных людей, зрителей. Абаза ТВ исполняется два года. Ваши пожелания? Вы что хотите, чтобы я... Пожелания. Абаза ТВ исполняется два года. Каналу. Что вы хотели бы пожелать? А что я хочу? Я хочу, чтобы мой дом вернули и квартиру мою вернули, которую отняли у меня нахальным образом. Спасибо. Я с огромным удовольствием поздравляю своих коллег, пожелаю им творческого успеха, пожелаю им признания зрителей новых вершин, пожелаю интересных передач, расширения творческого коллектива и творческих программ. И хочу сказать, что Абаза ТВ за этот период своей жизни заняла достойную нишу в медиапространстве. И желаю в дальнейшем таких же уверенных шагов вперед. Мы вас поздравляем все. Мы знаем, какой вы дружный коллектив, работаете во благо страны. Мы желаем всего самого наилучшего, чтобы у каждого из вас были хорошие материалы. И чтобы вы освещали только самое лучшее, что есть в нашей стране. Чтобы у вас было много целей. Самая главная возможность, чтобы была, чтобы вы поднимались все выше по ступенькам и выше. Мы вас все любим. Мы смотрим вашу передачу. Очень приятно, когда я особенно смотрю ваши передачи. Единственные и неповторимые коммерческие каналы Абаза. Я вас с большим удовольствием поздравляю. Это хорошая дата, 13 лет, да, правильно? От всей души поздравляю, чтобы вы вышли на первое место. С удовольствием хочу поздравить телекомпанию Абаза ТВ. Ну, не юбилей, ну, 13 лет это уже возраст такой переходный, да, так сказать. Чтобы вы действительно жестко, твердо и уверенно стали на ноги и прошли по этой жизни так, как вы сейчас проходите. Сегодня Абаза ТВ котируется на высшем уровне среди населения. Авторитет у него очень большой. Я поздравляю вас. Действительно, появление ТВ Абаза для нас это новое открытие. Мы потому что привыкли раньше к государственному телевидению. Но чем она отличается? Она отличается тем, что Абаза ТВ говорит всегда о реальных вещах, о тех процессах реально, которые происходят в нашей стране. Ничего не скрывая, давая четкую оценку всем событиям, которые происходят у нас в республике. Это очень важно. И поэтому народ смотрит очень. Народ заинтересован в передаче. Всегда мы ждем. И всегда, если какие-то новости, я узнаю только лучше и больше на телевидении Абаза. Благополучия, удачи, всех земных благ, чтобы вы всегда радовались. И вашими передачами хорошими, приятными, чтобы вы всегда слушатели, зрители радовали. Интересно смотреть, разнообразия много очень. И приятно смотреть. Желаю всего хорошего, чтобы ваш канал смотрел больше зрителей, чтобы он развивался. Желаю вам счастья, вашему каналу, чтобы зрителей больше смотрело. А вы нас смотрите? Да. Информация правоохранителей. 26 июня Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия признала законным и обоснованным постановление Сухомского городского суда 19 июня об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бориса Ачба. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Республики Абхазия. Вместе с тем, суд Кассационной инстанции сократил на один месяц срок содержания под стражей Борису Ачба, а именно до 18 июля 2020 года. Такое решение принято ввиду заявленного органа у расследования ходатайства о проведении медицинского освидетельствования Ачба на предмет возможного его содержания под стражей при наличии имеющихся заболеваний. Следственными органами СГБ Республики Абхазия Борис Ачба подозревается в совершении мошенничества, хищению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. К другим темам. В Абхазии завершился основной этап исследования Великой Абхазской стены, сказал в интервью спутник руководитель проекта «Тайны Великой Абхазской стены» Шандор Кайтан. Мы выходим на объекты культурного наследия. Это башни и стены Великой Абхазской стены. Первый этап был фиксация этих башен и стен. На втором этапе были раскопки на уже заранее выбранных объектах на башне или стене. Мы выбрали три объекта. Первый в селе Хасха Галского района, второй в селе Ачгерда Ачемчирского района, третий – башня в селе Мерхиул Кулрыбского района. Можно сказать, археологические раскопки мы закончили, отметил Кайтан. При этом он подчеркнул, что есть еще большая и кропотливая работа в камеральных условиях. Это обработка найденного материала. Культура. На набережной Махаджира в Сухуми открылась выставка архипа Лабахуа «Робинзониада» или «Как я провел карантин», где художник представил 20 работ, которые условно объединяются темой самоизоляции и карантина. Как рассказывает Лабахуа, на создание необычных тематических композиций повлиял режим самоизоляции, а на подготовку выставки ушло полтора месяца. Каждый представленный объект сопровождается комментариями художника и его лондонского друга-режиссера, который был первым, кто впервые увидел эти работы. Выставка проходит 25 и 27 июня. Вход бесплатный. Продолжается сотрудничество Государственного русского театра драмы имени Фазилии Скандера и телекомпании «Абаза ТВ». В нашем субботнем эфире в 19.30 смотрите премьеру телевизионной версии спектакля «Хаджи Мурат». Следует отметить, что спектакль «Хаджи Мурат» «Русдрама» показали на российских информационных ресурсах 15 мая, в частности на сайте телеканала «Культура», а также на сайте проекта Министерства культуры России «Большие гастроли». Спорт. Боксеры из Абхазии Андрея Аршба и Герман Арджения приглашены на сборы в Подольске для отбора на участие в первенстве России по боксу среди юниоров, сообщил радиоспутник, заслуженный тренер Республики по боксу, директор Республиканской детской юношеской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Кардиоглы. Как только у нас сняли ограничения, мы стали интенсивно готовиться. Ребята находятся в очень хорошей физической форме. Думаю, на сборах они будут одними из лучших, так как нам все же посчастливилось на протяжении нескольких недель потренироваться в зале, рассказал он. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 27 и 28 июня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 22, днем до плюс 31, температура морской воды плюс 23. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами на сайте abaza.tv. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»